Приветствую вас. Вот вы пишете о том, что вы были очень счастливы с своим молодым человеком, а потом ваши отношения просто сошли на небо. И вы расстались. Вот. Ну, отдельного, наверное, отдельного обсуждения заслуживает тот, или лучше даже сказать, тот факт и тот обстоятельство, которое заставляло вас, например, создавать семью, встречаться с другим мужчиной и так далее. То есть вот конкретно и по определенному факту, что заставляло вас создавать семью. Зачем вы это делали? Зачем вы создавали новую семью, если, например, грубо говоря, не были готовы к тому, чтобы отношения строить? Да, допустим. Это одно. Второе. Когда вы начали возвращаться мыслями к своему молодому человеку, когда это началось? Было ли это сразу, например, или происходило как-то постепенно? Или началось только, когда вы уже стали замужем? То есть обо всем этом вы как бы вот тоже не говорите, а это на самом-то деле довольно важный момент, потому что это ведь то, что непосредственно является факторами в развитии вашей ситуации. Далее вы говорите о том, что когда я узнал, что у него своя семья, появилась у меня очень такое стойкое желание, пишите вы, разрушить его отношения. Я вам здесь хотел бы задать вопрос. А зачем? Зачем вы хотите разрушить его счастье? Вы думаете, что вы думаете, что он будет с вами после того, как вы разрушите его счастье? Или что? Вот для чего? Объективно для чего вы хотите разрушить счастье своего бывшего, значит, мужчины? Зачем? Чтобы что? Какую цель вы преследуете этим? Вот это то, что меня в первую очередь интересует вашим вопросом. Далее вы говорите о том, что сравниваете своего мужа с бывшим молодым человеком, вам бывший молодой человек также снится часто и так далее. И здесь опять же, я хотел бы, чтобы вы пояснили, в каком состоянии вы были, когда расставались с молодым человеком. В каком состоянии вы находили, что вы хотели, что вы потеряли, что вы чувствовали. Им как бы, вот вы говорите, что ваши отношения, они закончились плавно, без ссор, просто сошли на нет. Но получается, что либо вы не приняли разрыв, либо вы не приняли расставание, и по какой-то причине считаете, что все можно сохранить еще, все можно вернуть. Можно было вернуть, если бы, там, что-то такое, либо, либо вы что-то такое получали с этим молодым человеком, что-то такое получали, что не получаете вот со своим мужем. И отсюда у вас, конечно, тоже переживание, тоже страдание, тоже боль и так далее. И этот момент, естественно, тоже очень важен, потому что, ну, как я надеюсь, вы понимаете, если вы, допустим, если вы что-то от своего молодого человека получали, такое, чего не получали от, не получаете, точнее, от своего мужа сейчас, значит, нужно разбираться, нужно разбираться, что именно они получали, и как сделать так, чтобы начали получать. Ну, на мой взгляд, 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 это очень-очень важно, чтобы разобрались, чтобы поняли, чтобы до конца отдавались себе от жизни. И очень важно, вот вы говорите, что я сравниваю своего мужа, почему тогда сравниваете? Вот откуда, откуда, да, такой вот эффект сравнения? Почему он ездит? Святано это с тем, что вы в своем муже искали то, чего, что потеряли в мужчине, в бывшем мужчине. В своем муже вы искали то, чего, в чем нуждались, по отношению именно, в чем нуждались вообще, вот так. И отсюда, в принципе, ваша проблема, отсюда ваши трудности. Опять же, нужно разобраться в том, чего именно вы хотели, нужно разобраться в том, в чем именно вы нуждались, и, судя по всему, нуждаетесь до сих пор, потому что очевидно, очевидно, что ваша нужда, она никуда не делается, очевидно, что она продолжает быть, вот, и постараться удовлетворять эту попременность самостоятельно, в зависимости от того, что это за попременность, это личностный рост и так далее. Но то, что у вас появляются мысли о Минси, как бы о том, чтобы разрушить его счастье, это довольно тревожный факт. Говорит он, в первую очередь, о том, что ситуацию вы не приняли, и что до сих пор пребываете в определенных иллюзиях относительно ваших отношений, их природы и так далее. Я надеюсь, что вы это тоже для себя обязательно постарайтесь понять, и после этого проработайте ваши отношения с бывшим мужчиной, завершите их, потому что сендром незавершенного действия, как сказала моя коллега, у вас имеется, на мой взгляд, довольно ярко выраженный. И после этого можно будет понять, если у вас будущее с тем мужчиной, с которым вы сейчас, или вы его не любите, а пытаетесь использовать просто как средство. Но в этом случае уже вам предстоит решать моральную, так скажем, дилемму, оставаться с ним, быть с ним, или опустить его здесь дальше. Тут уже вам решать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Нет, никаких вопросов осталось. Пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаю всего лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.